Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую, еще раз приветствую. Мы продолжаем рассматривать цикл статей Олега Циндровского. На этот раз мы рассмотрим статью «Забота о теле важна для нашей умственной жизни». Ну, проще говоря, в здоровом теле здоровый дух. Да, Олег это один из тех мыслителей, которые доказывают, ну, такие прописные, так скажем, истины, которые на самом деле истинными, ну, не являются. Этот человек распространяет предрассудки и глупости, тем более настолько банальные предрассудки и глупости, что их стыдно повторять. Но вот он это делает и в такой вот философской якобы форме притягивает за уши всевозможные философские научные концепты. Письмо 44. Забота о теле важна для нашей умственной жизни? Ныне, как и в глубокой древности, вина за большинство неустройств в человеческой жизни возлагается на неохотную неуклюжесть, с которой человек пользуется собственным разумом. Если бы мы мыслили так хорошо, как действительно на то способны, если бы честно следовали его указаниям, жизнь наша была бы счастливее, полнее и продуктивнее. Пожалуй, это и действительно так. Но почему в таком случае бесконечные призывы начать думать обладают удручающей малой действенностью? Ответ? Ответ прост, потому что призывают думать обычно люди, которые думать не умеют. Ну, например, Олег. Олег не умеет думать, не умеет производить оригинальные концепты, и поэтому вся его философия сводится к банальным фразам, ну, вроде в здоровом теле, здоровый дух, познай себя. На самом деле, там, я не является единым, там, у него много частей, я разделено, там, на две случайности, злую и добрую, или что-то вроде того. И вся философия Олега вот-вот в этом и заключается, в повторении банальностей. А, да. Вот поэтому и не работают такие призывы. А кто, кто зовет? Кто призывает? Письмо 44. Забота о теле важна для личности. Начнутся естественным образом, при которых появится устойчивая ориентация на них. Отчасти это достигается углубленным постижением человеком своей природы, первейших оснований и принципов прогрессивного движения и благополучия. Есть, однако, и другие средства. Не люблю вообще, когда говорят о человеческой природе. Что такое человеческая природа? На самом деле, ну, это очень такой странный философский концепт. Помнится, спорили философы о том, человек по природе добр, или человек по природе зол. Что вообще такое человек по природе? Природа это же концепт, человеческий концепт, между прочим. По какой это такой природе человек зол, добр, или обладающий какими-то там любыми другими свойствами? и средства, и особое место среди них занимает забота о нашем теле, о его здоровье и красоте, так как связь их с качеством духовной жизни не столь очевидна. Более того, часто она высокомерно отрицается или даже воспринимается помехой умственному развитию, чем-то негативным. Прежде чем перейти к ее исследованию, нельзя не отметить, что пренебрежение и снобизм в отношении мира плоти лишены какой-либо научной опоры и далеко не являются предметом философского консенсуса. Как на востоке, так и на западе. Почтение к телесному благополучию и эстетике. Очень плохо. Восток, слово восток употреблять в принципе нельзя. Нельзя, нет востока, нет единого востока. Индийская философия и китайская философия очень разные. Индийская философия имеет с греческой некоторые все-таки общие основания, некоторые общие положения, заложенные в начале. Видимо, это все-таки связано с тем, что индусы и греки и вообще многие народы, которые в итоге переселились в Европу, они так или иначе связаны, в том числе языком. Китайский язык радикально отличен от индийского и от европейских языков. И в этом смысле все значительно сложнее, чем хочет представить Олег. Нет востока. Востока просто нет. Восток это обобщающий термин. То есть люди на западе придумали называть всех жителей, которые жили по восточнее, чем они, востоком. И появилась такая культура востока. Но это очень плохое определение. Это очень не точно, не тонко и неправильно. Освящено древнейшей интеллектуальной традицией. Ну и да, 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 долголетие, жизнь, здоровье, это все так замечательно, так прекрасно. У китайцев это действительно, кстати, было. А вот презрение к плоти на западе, в Европе, в христианской традиции нередко лидировало, так скажем. Да, христианская традиция в этом виде, в этом случае, по данному вопросу, наверное, однозначно отсылает нас к некому презрению всему телесному. А с другой стороны, индийская традиция, индусы, многие индусы, включая джайнов, они не очень-то тоже жаловали тело как таковое. И в принципе телом можно пожертвовать. Так, например, представители некоторых джайнистских течений вполне могли убить себя с помощью голодания, если у них, ну, до остатка их жизни не получилось бы достигнуть чего-то существенного в практиках. Ну, то есть, ну, зачем доживать эту бесполезную, ужасную, дурацкую жизнь, если можно убить себя, переродиться и продолжить совершенствоваться уже в следующей жизни. Возникший в самый момент рождения философии. Создателем западной мысли часто называют... Момент рождения философии. Кто-то Ясперса пересчитал, на мой взгляд, я не знаю. На мой взгляд, никогда не было никакого момента рождения философии. Философия — это нечто абстрактное. Мы называем философией то, что трудно определить, по сути, поэтому и нет никакого точного определения философии. Да, учение Абаси, Ясперса — это, конечно, замечательная вещь. Китай, Индия, Греция, там появилась философия. Но чушь. Это, скорее всего, тоже чушь, потому что даже уже у Диогена Лаэртского мы встречаем некоторые отсылки на то, что были философы, предшествующие греческим. Он, конечно, говорит, ну нет, 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 философы — это только греческие. Мудрость — только у греков. А у всех остальных нет. Мудрость — это же варвары, они тупые варвары. Но все-таки были некоторые предтечи. Например, мох. Если бы человек... Его звали мох, да, его звали мох. И он был атомистом. И он был из Финикии, если я не ошибаюсь. Я уже точно не помню вот этот аспект конкретно. Ну вот, вот. Нам приводят некоторых персонажей, которые якобы могли бы быть философами до греков. Уже греки это делают. Скорее всего, я полагаю, что философы были задолго до возникновения философии в Греции. Но это, конечно, только предположение. Правда, его нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что исторических источников нет. Он называют Платона, который в действительности звался Аристоклом. Прозвище Платон от греческого слова «широкий» ему по свидетельству античных авторов было дано его учителям по борьбе, Аристоном из Аргаса, за выдающиеся ширину груди и плеч. Как и почти все мыслители классического периода и просто свободные граждане, Платон проводил много времени в гимнасиях, древних спортивных залах, опыта. Да, еще греческие философы были победителями Олимпийских игр некоторые, ну участниками как точно уже были. Прекрасно, замечательно, но и что? Во множестве дисциплин. То же самое касалось и его духовного наставника, прославленного Сократа, отличавшегося поразительной выносливостью и во время Пелопонесской войны сражавшегося тяжеловооруженным пехотинцем. А Ницше был больным человеком. Лок начал философствовать в 55 лет, когда он уже явно был не очень уж здоров и не очень хорошо себя чувствовал, вероятно. Ну, я просто пытаюсь намекнуть на то, что это не имеет никакого отношения к философии. Ну, да, Платон был замечательно натренирован и хорошо подготовлен. Да, все хорошо. Сократ тоже был замечательно физически подготовлен. Вообще, многие греки очень любили свое тело, у них был культ тела, они были прекрасно подготовлены физически, но какое это имеет отношение к действительности, к умственной жизни. Ну, привел примеры. Есть контрпримеры. Их, наверное, даже больше наберется. А философов болезни, пожизненные или не пожизненные философов, которые были в основном чтецами, их тоже наберется очень и очень много. Вес вооружения гоплита, для справки, достигал 30 килограммов. И с ним нужно было не только биться в строю, но и много часов носить его на себе под палящим греческим солнцем, иногда на бегу. Уровень общей физической подготовки большинства античных интеллектуалов, скорее всего, превышал возможности современного мастера спорта. И они не считали за зуб? Так, смешно. Очень смешно. С учетом, что у греков не было научных методик развития физических способностей, это во-первых. Во-вторых, не было специальных средств для развития этих физических способностей, химических средств не было для развития этих химических способностей, И базы не было для развития, ну то есть соответствующих школ не было, экипировки соответствующие не было, кроссовок там не было, которые позволяли бегать быстрее. Что за чушь он сейчас сказал? Ну то есть это даже к философии не относится, это просто вот чисто по-человечески это чушь была, это абсолютный бред. При зазорном уделять пристальное внимание как собственному здоровью, так и внешнему виду. Всю античную эстетику пронизывает идеал Кала Кагатия, давший позже начало идеалу гармонично развитого человека эпохи Возрождения и Нового Времени. Слово это состоит из двух частей, колосс, красивый, прекрасный, и агатос, добрый, и описывает существо человеческой добродетели, в которой нравственное и эстетическое совершенство оказываются слиты в органическом единстве. Подобные представления проходят красной нитью через многие культуры и эпохи, соединяясь с сегодняшним днем. Так Ницше, один из самых глубоких и революционных мыслителей в истории, отводил телесному колоссальную роль. В «Сумерках кумиров» он пишет, «Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с надлежащего места, не с души, что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов. Надлежащее место есть тело, наружность, диета, физиология, остальное вытекает отсюда. Греки остались поэтому первым культурным событием истории. Они знали, они делали то, что было необходимо». Можно было бы составить увесистый том, приводя схожие примеры один за другим, в частности, обратившись к русской истории, от спортсмена и франта Пушкина до увлеченного боксера и футболиста Набокова. «Все они иллюстрируют несомненный факт. Целая плеяда гениальных творцов и ключевых фигур человеческой цивилизации не только не считали себя выше названных плотских забот, но и, по всей видимости, видели в них важнейший источник плодотворности». «А другие нет». «И вот-вот вся аргументация разбивается, вот, а другие об другие нет». «Понимаете, в чем проблема?» «Причем я не то чтобы большой противник, высказываем оно, то есть я не против заботы о теле, а не против тренировок, это вполне так себе нормально». «Но лол. Но, но, честно говоря, честно говоря, это лол. Ну, играет кто-то в футбол. И что? И что? И что из этого следует-то? Ну, как это влияет на умственное развитие человека?» «Непонятно. Также непонятно, какого черта Пушкин спортсмен, если спорта, ну, по сути, в те времена особо и не было. Я, между прочим, проходил историю спорта в свое время, и действительно, со спортом до определенного момента все было довольно плохо. Спорт в чистом виде, в чистом виде спорт – это явление довольно-таки современное. Это не совсем уж даже возрождение греческих агонов, ну, потому что спорт – это занятие специфическое, и называть Пушкина спортсменом, ну, по-моему, терминологически, ну, совсем уж неправильно. А, и не только потому, что Пушкин не занимался спортом. Потому что, если бы он занимался спортом, он бы не успел написать и четверти того, что действительно написал. Потому что спорт требует огромной самоотдачи. У греков, наверное, тоже не было такого именно спорта, как у нас. И поэтому довольно-таки смешно говорить о том, что древние греки превосходили мастеров спорта. Наверное, наверное, превосходили мастеров спорта, так считает вот Олег, он так думает. Но, не знаю, трудно судить об этом. Скорее всего, нет, потому что у них не было материальной базы, которая была бы настроена на достижение определенных результатов. Причем таких больших, значительных результатов. Чем больше и больше и больше рекорды и рекорды, чтобы бились. У греков агон подразумевал нечто иное. Концепция современного спорта отличается от греческой концепции агона. Это очень важно. Биологические и психологические основания Человек, небесплотный дух, и все наши душевные и умственные способности имеют материальную основу. Более того, они являются прямым продолжением жизни нашего тела, чутко откликаясь на все его проблемы и расцветая, когда все благополучно. Направленность чувств и размышлений, мироощущение, настроение, мотивация, продуктивность и даже сила нашей мысли зависит от него на самом фундаментальном уровне. Не нужно серьезного расстройства, довольно чего-то совсем прозаического, вроде головной боли, низкого уровня энергии, несварения или просто голода, чтобы ощутимо подрезать крылья возвышенному духовному началу человека и напомнить о его земном происхождении. Мысль тогда дает сбой. При этом порой этого недостаточно, как ни странно. И в голоде, и в бедности, и в проблемах, и в болезнях люди продолжают творить и работать, и это им не то, чтобы совсем не мешает, это, конечно, мешает. Это объективные физические блоки, но, опять же, у Олега есть интересная такая черта. Он любит прыгать из крайности в крайность. То есть, вот у нас, там, не знаю, люди лгут. Если человек лжет, то он обязательно все приведет к смерти, к своей общине. Все умрут, потому что нельзя, чтобы вообще не был лжец. Вот, сразу в крайность впадает. Здесь то же самое. Болезни, какие-то ужасные вещи. Ну, то есть, вопрос, давайте зададим вопрос так. Обязательно ли быть качком, чтобы быть умным? Ответ нет. Нужно ли очень сильно заботиться, ну, чем больше ты заботишься о своем теле, тем больше твой интеллект. Да? Нет. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, ответы очевидны, и они противоположны тем, которые дает Олег. А, с другой стороны, конечно, конечно, очень сильные заболевания какие-нибудь, которые действительно могут затмевать разум, которые могут ухудшать самочувствие, которые могут приводить к умственной отсталости. Это, конечно, вредит. Это вредит, и с этим уже, конечно, ничего особо бывает и не поделаешь. Но большинство заболеваний могут вполне так стать частью быта человека. И это вполне нормально. И движется медленно, неуклюже. Внимание пляшет. Принимаемые решения нередко близоруки и неудачны. Желание действовать увядает. Воображение теряет вдохновение. А в голове поселяются мрачные думы. Напротив, как легко и плавно скользит ум. Как хорошо и охотно решает проблемы и рождает идеи. Когда ничто не отвлекает его от вверенных ему задач. Когда самочувствие прекрасно, и тело, кажется, само питает его силами. Все, чего мы хотим, и к чему... Опять же про Ницше. Очень интересно вспомнить, потому что Ницше очень сильно страдал. На протяжении многих лет от заболеваний. И у него все было очень тяжело в данном случае. И это не единственный пример. Ну, то есть, действительно, это не единственный пример. И... Ну, это ничего не доказывает. В общем, забота о теле важна для нашей умственной жизни. Тезис. Запомните этот тезис. Самое главное. Вот тезис. Когда автор пытается вас обмануть, нужно быть очень внимательным. Потому что он нам пытается подсунуть вот такие вот интересные, очень крайние случаи. К чему стремимся? Счастье, творческая мощь, качество и продолжительность жизни могут быть либо поддерж... Так, а кто вообще стремится к творческой мощи? Олег не стремится. У него вообще никаких творческих задаток в принципе нет. Задатков. У большинства людей их тоже нет, и они не стремятся к ним. Я напомню, что Олег уже много раз высказывался о создании чего-то нового, негативной, ну и поэтому творчество ему в принципе не должно быть интересно. Он называет творчеством не творчество, а просто, ну, пребывание, существование какое-то. Делание чего-либо без разницы, как, зачем и почему. Ну вот интересно. Абстрактное определение творчества. Мы это разберем в следующих его статьях, насколько он неправильно определяет понятие творчества. Ну, вот так вот. По определению Олега вполне можно творчески болеть. Ты болеешь, болеешь, лежишь так, ох, как мне плохо, как мне нехорошо. Мы подорваны состоянием нашего организма. Своим легкомыслием мы способны легко навредить ему, но это всегда удар по самим себе, зачастую растянутый во времени с точки зрения последствий. И даже в тех случаях, когда мы избегаем причинения вреда, мы все равно совершаем ошибку, если упускаем возможность воспользоваться его помощью. Если не понимаем механизмы его работы и не умеем поставить их себе на службу. Своевременные и совсем не обременительные меры по заботе о себе позволяют избавить себя в будущем от лишних трат огромного количества времени, денег и от негативных эмоций. Вместе с тем, они создают наилучшие условия для развития всех наших замыслов. Ну, вопрос вообще в том, опять же в корреляции. Забота о теле коррелирует с заботой о уме или не коррелирует? До определенной степени, да, да, да. Чтобы вот в итоге мы не стали инвалидами, чтобы мы не стали, в общем-то, сумасшедшими. Вот такая забота нам нужна. Забота о теле и уме, вот она вот такая нам нужна, и тогда все будет у нас хорошо, и умственная жизнь будет хорошей. А если мы, не знаю, у нас не будет каких-нибудь заболеваний очень серьезных, если мы не подхватились, если мы не покалечимся, причем настолько покалечимся, что уж прям вообще даже постоянно будем испытывать от этого боль. То есть такие крайние случаи, ситуации. Причем, интересно, как бы мы сильно не заботились о себе, в итоге некоторые заболевания все равно могут нас настигнуть. И в этом смысле все тоже довольно сложно и странно. Начинаний. Особенно же интересно, что научная литература также убедительно демонстрирует, как подобные изменения в образе жизни могут в любом возрасте совершать то, что еще недавно полагалось невозможным. Какая научная литература? Ну, ссылки бы уже, наконец-то, неплохо было бы скидывать. А именно, производить серьезные благоприятные изменения в человеческом мозге, улучшая память, концентрацию внимания и качество мышления. О чем подробнее... А как ученые оценивают качество мышления, если они сами не умеют мыслить? Ну, то есть... То есть они по-философски не умеют мыслить, и большинство ученых это обычные офисные или лабораторные работники, а не интеллектуалы. И не эрудиты даже, по большей части. Интересно. Речь дальше. У внимания к эстетике и здоровью есть и значимые психологические преимущества. Испытываемый человеком стресс можно разделить на две категории. Во-первых, тот, который мы не принимаем на себя добровольно, и возникающий вследствие расхождения ожидаемого с действительностью. Что-то идет не по плану. Что-то, чревато осложнениями и является угрозой. И лимбическая система мозга не медлит сообщить нам об этом, повышая уровень гормона кортизола. Ко второму типу относится добровольное и сознательное напряжение душевных и физических сил, творческий дискомфорт при реализации поставленных целей. Чем больше вы испытываете пустого и разрушительного стресса, тем меньшую ношу вы в состоянии взять на себя по своей воле. И тем дальше, следовательно, находитесь от своих созидательных возможностей, когда вы не... Лол. Опять же, непонятно, почему мы апеллируем к физиологии, когда речь идет о мышлении. Мышление разбирается многими дисциплинами, включая логику, включая философию. Ну, философию как отдельную дисциплину, в данном случае, возьмем. Теория познания внутри философии этим занимается. И, по сути, Олег, будучи кандидатом философских наук, мог бы апеллировать к этим данным. Но он почему-то апеллирует к данным о кортизоле. Причем, скорее всего, то, что измеряют нейробиологи, биологи, физиологи, исследуя мозг во время тех или иных мыслительных процессов, не является... Эти процессы не являются тем, что философы называют мышлением или умственными способностями. То есть, ученые обыкновенно не изучают то, что изучают философы. Просто потому, что этот взгляд может быть даже и на один предмет, но настолько с разных сторон, что он проявляется в совершенно неожиданных формах. У философии одно мышление, так скажем, а в биологии оно совсем другое. Биологи совершенно иначе оценивают мышление, потому что они не могут его по-другому оценивать. У них нет даже какого-нибудь другого примера, потому что они не считают философскую литературу по преимуществу. Они не знают, что такое мышление настоящее, потому что им плевать на него. Их интересует восприятие более-менее обыденного такого мышления. И это, ну, вносит свои определенные характеристики. И это часто заставляет биологов говорить о том, что мозг мыслит нами. Или, например, что гормоны очень сильно на нас влияют. Или мы влияем на гормоны. Вопрос. То есть, ну, понятно, что гормоны есть, и они как-то функционируют в теле. И что-то происходит, когда мы делаем какие-то эксперименты. Но при этом ситуация может оказаться значительно сложнее, если начать копаться во всех науках, включая гуманитарные, включая философию. Философия не гуманитарная и не наука, заметим. А, в общем, если все вот это вот исследовать, ситуация окажется значительно сложнее, чем представляется в науке. Олег пытается представить нам все просто. Ну, что, биология права, все, все просто. Мы кортизол, кортизол и кортизол, все, хорошо. Все отлично, кортизол работает. Когда вы не просто в лучшем состоянии здоровья, но и хорошо выглядите, эмоциональный фон становится положительнее. Вы чувствуете себя увереннее в себе. То есть, люди, которые плохо выглядят, всегда чувствуют себя хуже, чем люди, которые выглядят хорошо, да? Такой тезис, как я понял. Или нет? Или нет? Потому что это неправильный тезис, очевидно. Устойчивость ко всем формам стресса возрастает. Здесь за... И про стресс тоже довольно-таки интересно. То есть, потом у Олега еще будут статьи, статьи в духе «А выйди из зоны комфорта». И там он будет описывать плохой стресс и хороший стресс. Плохой стресс, который дистресс, в общем-то, все портит, все ухудшает, и действительно он отрицательный. А есть хороший стресс, который выводит нас из зоны комфорта и делает нас лучше. В общем, очень много ванильности и банальностей даже с точки зрения научного дискурса тут присутствует. Такой научпоп банальный, неинтересный. И к философии относящийся, ну вот, буквально упоминаниями имен Платона и Сократа. Здесь задействован целый ряд механизмов, важнейший из которых – серотониновая система, всегда и неизбежно бессознательно измеряющая ваше социальное положение в сравнении с другими людьми. Измеряющее социальное положение в сравнении с другими людьми. Серьезно? Серотониновая система всегда и неизбежна, бессознательно измеряющая ваше социальное положение в сравнении с другими людьми. Я бы почитал исследования, честно говоря, которые утверждают вот эту вот интересную вещь. Ну, потому что очень похоже на чушь. Потому что я, например, сам не измеряю. Я даже не знаю, как можно измерить социальное положение, потому что социальное положение – это абстракция. То есть, как это можно измерить как-то иначе, если не разумом? Разум – это тоже своеобразная абстракция. Интересно. Очень интересно. Причем, действительно, очень интересно, на какие-то статьи, на какие материалы ссылается Олег. Потому что вот этот вывод, мне кажется, недоказуемым в рамках биологии, в принципе. Потому что у них нет соответствующих инструментов для доказательства данного тезиса. Но всем плевать, конечно же. Ааа, ладно. Ааа, ладно. Телесная красота представляет собой важный индикатор социального положения. Именно так считывается серотониновой системой. Что такое телесная красота? Каноны телесной красоты со временем менялись. В разные эпохи разные каноны телесной красоты. У разных художников разные каноны телесной красоты. Вопрос. Да, что, что это вообще такое? Откуда имеются объективные, якобы, механизмы, которые влияют на ее оценку? Оценивать ключевую роль эстетического как сугубо. Ну, то есть я понимаю, что на примере современных людей биологи могли провести опыты и сделать некое подобное заключение. Но это заключение, скорее всего, является временным и, ну, ложным. Скорее всего, оно является ложным. По фактам культурологии, по фактам искусствоведения, это, ну, вполне так себе обозримо. Это вполне можно увидеть, как каноны красоты со временем меняются. А если нет, если каноны красоты изменчивы, значит нет объективных механизмов, которые бы срабатывали на определенный канон красоты и заставляли бы к нему стремиться. Как следствие, здоровый организм не всегда является, ну, каноном красоты. И какой-нибудь качок Платон, он, может быть, был красив для греков, но, например, в эпоху Нового времени он бы не считался красивым. А в современности он, скорее всего, считался бы дрыщом, ну, потому что он не использовал соответствующие питания спортивные. Кстати, губо-отрицательное явление и нечто поверхностное есть довольно отсталая точка зрения, опять же, не находящая прочной опоры в человеческой культуре и ее созидателях. Люди... Ну, вы понимаете, что Олег очень часто врет. На благо своих, в общем-то, воззрений он постоянно врет. В общем, у него вот созидатели, это все спортсмены, это все комсомолы, это все красавцы. Нет, у Лока не было огромного носа ни в коем случае, Барух Спиноза не был евреем такой. Да, у Эйнштейна не было смешных кудряшек, нет. Все это... Все это миф. Все это миф. Все это были потрясающие, здоровые, красивые люди. Да, и Шопенгауэр не выглядел как пудель, конечно же. Ой, блин. Боже. Ну, то есть, нам приходится здесь сталкиваться с какой-то ерундой. Ну, то есть, я даже не знаю, что здесь обсуждать, по сути. Ну, вот он привел какие-то научные данные. Эти данные очень мало соотносятся с тем, что он говорит. Еще, скорее всего, он их трактует очень странно. Скорее всего, вот эти вот все социологические связи социологических и биологических наук, это он их сам просто выдумал на ходу. А если нет, то это очень ненадежные исследования он приводит. И с ними, ну... Они просто не настолько сомнительны, насколько только могут быть сомнительные научные исследования. Со снобизмом, отзывающиеся о незначительности красивой оболочки в сравнении с богатством содержания, считают себя в силу этого элитарными ценителями высших материй и искусства. В действительности же они редко понимают хоть что-то как в том, так и в другом. Следует вспомнить, что не только для живописи и скульптуры, но и для архитектуры, поэзии, литературы, красота тела всегда служила одним из основных источников вдохновения и остается ключевой темой осмысления. В поэзии меньше тела обычно. Ну, так получилось, что в поэзии меньше тела. Красота есть в конечном счете одна из немногих вещей, ради которых стоит и хочется жить. Все плохо, понимаете, все плохо. Он не показывает нам, что такое красота. Не рассказывает, что такое красота. Ну, скорее всего, красота, ну, отлично, на мой взгляд. Это философский концепт, который со временем в истории менялся. Нет какой-то объективной красоты. Нет какой-то объективной биологической красоты. Физиологической красоты какой-то объективной тоже нет. Это культура. В одной культуре красиво одно, в другой культуре красиво другое. Причем эти красивости могут считаться уродливыми в разных культурах. Ну вот, например, азиатская женщина нравится азиатам, а русская женщина может азиатам не нравиться. Это вполне нормально. У азиатской женщины есть определенные физиологические черты, которые она не может изменить, и они обычно в азиатской культуре считаются позитивными. Ну то есть у азиатов она считается вполне так себе прекрасной. Ну, сами понимаете, что все-таки азиатки отличаются от девушек европейской внешности. Не так уж и значительно, как могли бы, но отличаются. Также и негритянки отличаются от обеих, от прочих. Отсюда каноны красоты женщин, например, разные. Определенно разные. Причем уже в современности, даже в современности они разные. А если мы растянем, в общем-то, наше обозрение на несколько тысяч лет, то мы увидим вообще какие-то невероятные трансформации, которые происходили в истории. А в итоге оказывается, вот она, есть объективная красота и объективная красота тела. Есть к чему стремиться. Ну, например, если ты родился замечательным, потрясающим, накачанным арейцем, то быть маленьким худощавым азиатом, это, конечно же, плохо. Или нет? По-моему, нет. Потому что просто то, что воспроизводит Олег, похоже больше на нацизм какой-то. Без национализма, правда, но... Ну, это все равно, честно, это какой-то нацизм. Какие-то узаконенные... Какие-то законы красоты, непонятно откуда взявшиеся. Почему-то ему хочется жить из-за них. А что делать, если целые культуры, целые расы просто не подходят под эти каноны красоты? Ну, расстрелять их, что ли, я не знаю. Но уже были, как бы, люди, которые хотели так сделать. Он хочет повторить это, или просто вот сделать их низшими людьми, никак их не видеть, не обращать на них внимания. А я не знаю... А что делать некрасивым людям-то вообще, в принципе? А что делать людям, которые имеют врожденные какие-то, ну, не дефекты, а предрасположенности, те же самые генетические? Ну, то есть, вот у нас есть человек, который предрасположен, очень сильно предрасположен к ожирению. Как бы он не тренировался, он не сможет стать Арнольдом Шварценеггером. И не только Арнольдом Шварценеггером, он не сможет достигнуть уровня какого-нибудь спортсмена, там, лыжника, худощавого, такого потрясающего паренька, такого худого, выносливого и, ух, пробегающего десятки километров просто в легкую. Нет, он таким никогда просто в жизни не станет. У него генетических предрасположенностей к этому нет. Если уж мы говорим на научном дискурсе, что ему сделать-то? Некоторые люди генетически, так скажем, если оценивать их с точки зрения канонов красоты, каких-то уродливы. Что им делать, если мы согласны с текстом данной статьи? Ну, им сдохнуть, может быть, я не знаю. Может быть, они не могут быть потом умными? То есть, они не могут рассчитывать на развитие своей умственной жизни, может быть? Я просто, я, честно говоря, я не понимаю. Это настолько странная статья. В здоровом теле здоровый дух дано. Дано. Есть множество не самых здоровых тел, в которых очень здоровый дух, у которых очень хорошая умственная жизнь. Я знаю прекрасных профессоров, которые еле умещаются сразу на трех стульях, но при этом они замечательные и умнейшие люди. При этом, да, мы знаем Платона, который был, ну, относительно физически развит. Мы знаем Сократа, который был тоже прекрасно физически развит. О чем это нам говорит? О том, что все не так однозначно, как пытается сказать Олег. Совершенно неоднозначно. Все намного сложнее. И нет смысла пихать везде вот свои каноны красоты. Это, по-моему, даже это отвратительно. Это, ну... Письмо 44-е. А вот еще что отвратительно, что ли? Если важная длина, мы избегаем причинения вреда, мы все равно совершаем ошибку. Улучшая память, концентрацию вне дни низко или под угрозой, уровень гормона серотонина под властной очерченной биологией. Простите. Как и в случае с умом, наша задача состоит в том, чтобы работать с выданным нам судьбой жребием и менять его в меру своих сил к лучшему. Вот. Учитывая вышесказанное. Вот. Жребием. Типа генетический жребий нам дан, и мы должны менять его к лучшему. Почему должны? Ну, то есть, насколько к лучшему? Всегда ли мы должны стремиться к лучшему, когда речь идет о физическом совершенстве? Ну, то есть, вот я сейчас нахожусь в приличной физической форме. Должен ли я стремиться к тому, чтобы быть в еще лучшей физической форме? Должен ли я фанатично мечтать о том, чтобы улучшить свою физическую форму до максимума? Нет. Не должен. И это будет негативно сказываться на моем мышлении. Потому что люди, которые полностью увлекаются спортом, особенно различными единоборствами, нередко получают по голове. И не только получают по голове, и они тратят очень много времени на развитие своих физических способностей. И поэтому они оказываются довольно глупыми во всех прочих областях, кроме той, которой занимаются. И это крайне негативно влияет на их умственную жизнь. Ну, то есть, у нас есть примеры многочисленных очень глупых спортсменов. И много довольно глупых спортсменов, которые вообще ничего не понимают. Я проучился много лет в Лесгофта. И я знаком с огромным количеством спортсменов. Среди них есть умные ребята, безусловно. Но довольно-таки большое количество из них не могут похвастаться богатством умственной жизни. Ну, то есть, корреляции нет. Есть множество обратных примеров. Есть несколько персонажей, которые действительно были прекрасно сложены и хорошо выглядели. И при этом умны. То есть, ну да. Вот так вот и получается. Замечательная статья, переполненная ложью. Ложью с точки зрения науки, философии и вообще здравого смысла. Следует все же остерегаться болезненной фиксации и уделять эстетике бессовестно много времени. А, о, ну то есть нельзя, не надо уделять бессовестно много времени. Значит, нужно знать меру. А если человек уже в хорошей физической форме, ему можно, ну не париться, по крайней мере. Ну, Олег разрешает или не разрешает? Усилий, каковой порог широко распространен. Для множества людей, тем не менее, чуть большее внимание к пренебрегаемому доселе собственному внешнему виду оказывается одним из действенных средств, благодаря которым они совершенствуют свое жизнеощущение и творческие возможности. Ну, то есть Олежка качается и он решил сделать из этого полноценную философию. Он говорит, ну я типа натренированный, я типа в хорошей форме, значит и все остальные люди тоже должны быть такими же. Они тоже должны стремиться к этому, тоже должны стремиться к тому, что они в хорошей форме. Ведь я же смог и остальные смогут. Только вот, скорее всего, нет. Не всем дано стать такими потрясающими, замечательными людьми, как Олег. Понимаете, ну не всем, не все так хорошо генетически предрасположены. Некоторым имеет смысл, ну просто смириться с тем, что они хилики, например. Ну хилый человек и хилый. За здоровьем следить, конечно нужно. Конечно нужно, и это настолько банальная мысль, что посвящать ей целую статью было бы, ну просто самоубийством философским. Но Олег, видимо, посвящает этому целую статью. Делают мир вокруг лицеприятнее. Чувствуя себя иначе, повышая серотониновый фон, они в состоянии больше брать на себя, больше делать и эффективнее справляются с вызовами действительности. А если человек постоянно занимается умственной работой, у него тоже появляется такая своеобразная адаптация к ней. Да, тоже хорошо, замечательно. Четыре главные привычки. Первое. Постоянное обновление своих знаний. Мы живем в информационную эпоху, и часто приходится слышать, что в ней владение информацией является первостепенной ценностью. Это не совсем так. Более существенным является умение добывать надежную информацию на постоянной основе, поскольку темпы научных, социальных и технологических изменений 100 крат возросли, и вы не можете руководствоваться набранным некогда запасом. Забота о здоровье требует не заучивания нескольких ключевых правил, но пребывания в живой связи с состоянием научного знания, пускай и в его популярном изложении. Необходимо сформировать в себе установку на периодическое повышение и уточнение собственной осведомленности о способах оптимизации работы своего организма в опоре на авторитетные источники. Второе. Обращайтесь к ученым. Ну, на самом деле, что вам скажут? Что вам они в целом скажут? Да, живите так, как хотите, по сути, без особых вредностей каких-нибудь. Ну, да, скажут, что, наверное, нельзя делать по преимуществу. Ну, скорее всего, если у вас какие-то заболевания, какие-то предрасположенности плохие, вы уже и так от них же знаете, что вам нельзя делать. Ну, например, есть определенная диета при аллергии. Вот, вот, не надо этого есть, если у вас аллергия. Все просто, все значительно, конечно. Да, все относительно просто. В популярном изложении, ну, то есть он на себя намекает, читайте Олега и вы будете здоровы, конечно же. Необходимо смертность в основе периодически повышать, уточнять собственные осведомленности, да-да-да-да-да, забота о здоровье, требует незаучивания нескольких ключевых правил. Ну, то есть большинство людей все равно не смогут следовать вот этому постулату. Слишком много читать для многих, ну, тяжело. Второе. Проблема в том, что эксперименты на животных не всегда работают, когда речь идет о людях. Ну, то есть мы не можем перекладывать результаты экспериментов на животных, а сразу же уже на людей. Ну, вот просто такой интересный, забавный факт. Чтобы вы просто знали. Судя по всему. Полного понимания причин такого положения дел нет. Но, вероятно, это связано с энергетическими механизмами старения. Чем больше энергии поступает в организм и тратится им, тем быстрее протекают циклы метаболических процессов. Он окисляется и изнашивается. А заметьте, как, кстати, мы быстренько сошли с темы связей тела и ума и перешли к диете. Перешли к диете, конечно же. Диета, это, конечно, важно. Если муху поместить между двух тесно прижатых пластин, так что она сможет только бегать, но не летать, она проживет в три раза дольше. Эксперимент Раджендара Сингсахала. Из этого не следует делать вывод, что нужно не доедать. Однако это очередной веский довод в пользу контроля калорийности и массы тела. Избыточный вес является одной из главных причин смертности во многих развитых странах. Например, в США он на втором месте после курения, снижая продолжительность жизни и многократно увеличивая риски почти бесконечного списка заболеваний. От сердечно-сосудистых до диабета, рака, остеоартрита, импотенции и слабоумия. Третье. Физическая активность. Ну то есть вы понимаете, что связь уже была потеряна, ну то есть у нас какие-то такие забавные правила пошли, да, заботитесь о своем здоровье, знакомься с научной информацией. И вот Олег вам предоставил, кстати, научную информацию. То, что у приматов, близких генетически к людям, наблюдаются вот такие вот интересные свойства. А потом в итоге может оказаться, что если попробовать то же самое делать с людьми, то у людей это будет снижать продолжительность жизни. Олег вам скажет, ну а че, я думал ученые вот там доказали на приматах. Как бы. То есть надо апеллировать-то не только к приматам в данном случае. Я, кстати, не знаю о этих опытов, но Олег, видимо, тоже не знает, проводились ли они на людях. Он знает о приматах. И уже дает вам, видите, совет, это второй уже пункт, это второй по значимости пункт. Контролируйте калории, которые едите. Обязательно. И плевать на то, что у некоторых генетическая предрасположенность к ожирению, и приходится желудок даже урезать, чтобы... Потому что они чувствуют голод, они хотят кушать. Они хотят кушать, и кушать очень много. И кушают очень много, соответственно, и не могут контролировать самостоятельно, ну, без неприятных ощущений свой голод. А что делать в таких случаях, Олег? Подскажи нам, пожалуйста. Ну, потому что у некоторых людей действительно возникают проблемы, вплоть до патологического характера. Как нам поможет твоя замечательная философия, чтобы помочь вот этим людям бедным? В связи с метаболическим старением, повышенный расход энергии действительно сокращает жизнь. Ещё в 1924 году биолог Раймонд Перл заметил, что интенсивные нагрузки вредны для любого живого существа, в связи с чем спортсмены, например, живут меньше. Умеренные же объёмы дополнительные... Да, начиналось-то всё с чего? Что спортом надо заниматься, что вот Платон, Платон был такой замечательный, Платон, он спортсменом был потрясающим, да. А потом вот что у нас оказывается. Интенсивные нагрузки вредны для любого живого существа. Кстати, у Олега в статьях много таких замечательных противоречий, особенно когда такие вот околонаучные или научные данные противоречат тому, что он написал. Ну, то, что он написал как бы уже до этого. Здесь та же самая ситуация. Вот он от нас требует того, чтобы мы следили за нашим здоровьем. Если мы уж хотим быть очень умными, как Платон, то надо достигнуть, наверное, уровня мастера спорта и выше, чтобы вот достигнуть уровня греческих интеллектуалов. А потом оказывается, что спортсмены живут меньше. Ха-ха, да. Физическая активность до 8-10 часов в неделю, напротив, приносит целый ряд преимуществ, значительно перевешивающих вред от ускорения обменных процессов и окисления клеток. Ну и самое главное, мы опять очень далеко отошли от той темы, с которой все начиналось. Ольга, польза для сердечно-сосудистой системы и профилактики сотен иных недугов. То есть такое впечатление, что мы сейчас сталкиваемся с рекламой каких-то определенных диет и физической активности. Может, он нас хочет фитнес-клуб заманить, потому что, по сути, все вот это вот просто вот отделено от связи, корреляции интеллекта и физической формы. Он просто вот взял и вот все-все-все, интеллект мы больше не обсуждаем, мы просто хотим дольше жить. Но если я захочу дольше жить, я не буду читать статьи человека, который имеет степень кандидата наук по философии. Я, наверное, к биологам обращаюсь, лучше к физиологам, обращусь к спортивным, может быть, и медикам, чтобы они мне подсказали. К их статьям, к их материалам хотелось бы обратиться в данном случае, а не к материалам человека, который цитирует некого Раймонда Пирла 1904, ну, который сделал свое открытие в 1924 году. Может быть, их уже давно опровергли, кстати, ну, то есть это надо еще смотреть. ГОФИ стало общим местом и едва ли нуждается в новом повторении. Намного любопытнее относительно свежие данные, демонстрирующие прочную связь между когнитивными функциями и регулярными кардионагрузками. Было показано, что даже среди пожилых людей они приводят к ускорению нейрогенеза, образования нейронов головного мозга, и даже увеличению объема и веса отдельных его частей, а именно гиппокампа, отвечающего за долгосрочную память. Это верно не только для людей, но и для других млекопитающих. А еще верно, что память можно развивать другими средствами. Например, развивая непосредственно память. Ну, например, например, можно, конечно, тоже тренироваться. Физическая активность — это хорошо. Я считаю, да, умеренная физическая активность — это, конечно, позитивно. Но сделать ли это человека гением, сделать ли это его талантом каким-нибудь действительно умным? Наверное, вряд ли. Но долгосрочная память, я не считаю, что это, кстати, неотъемлемая, хорошая долгосрочная, долговременная память, по-моему, не является неотъемлемой частью высокого интеллекта и высоких достижений в интеллектуальных различных сферах. Ну, полезная такая вещь, между прочим. Неплохая. Одно из ранних исследований, к примеру, показало, что у мышей с колесом для бега в клетке процесс образования новых нейронов значительно быстрее, а продолжительность жизни выше, чем у лишенных привилегий спорта. Опыты на мышах, спасибо. Спасибо, очень своевременно, очень потрясающе. И, конечно, давать советы, основываясь на опытах на мышах, это замечательно. Вот бы все врачи так поступали, и, наверное, мы бы уже все давно сдохли. Наконец, в течение двух часов после каждой тренировки наблюдается повышенный уровень нейромедиаторов, обеспечивающих положительные эмоции и концентрацию внимания. Дофамин, норадреналин, серотонин, эндорфин. При повторных занятиях этот эффект начинает носить постоянный характер, улучшая общий эмоциональный фон, нашу память и способность сведотачиваться. На самом деле, я думаю, здесь все тоже не так просто. Если мы будем смотреть исследования, то непосредственно обеспечение положительных эмоций, концентрация внимания, ну, то есть выделение различных гормонов тоже будет не таким однозначным. Будет определенный процент людей, у которых некоторые гормоны выделяются не так уж активно во время тех или иных занятий спортом. Например, не обязательно серотонин, эндорфин будет появляться у некоторых людей. Не у всех спорт может быть связан с позитивными эмоциями. Ну и вообще такие тяжелые тренировки периодически могут приводить к переутомлению, в том числе к боли в мышцах. Ну, это вряд ли ведет к повышению удовольствия и повышению концентрации внимания после тренировки. Особенно через два часа. Порой бывает, потренируешься, и у тебя все болит. Ты лежишь, и ты ничего не можешь сделать. Такие вот ударные тренировки бывают не только у новичков, у которых после каждой тренировки все будет болеть, но и у хороших таких спортсменов тоже бывают ударные тренировки. У профессиональных спортсменов, да. И чтобы справиться с этой болью, они не концентрируют свое внимание, между прочим. Да, они применяют определенные массажи, медицинские средства, легальные. Чаще всего легальные медицинские средства, иногда нелегальные, вроде допингов различных. Чтобы способствовать быстрому восстановлению тех качеств, которые, в общем-то, использовались во время тренировки. Если речь идет о мышечных волокнах, то, да, мышечные волокна, чтобы быстрее их восстановить, чтобы снять боль, чтобы вывести, в общем-то, кислоты из мышц, потому что они могли забиться, и надо кислоту оттуда молочную вывести побыстрее. Есть определенные средства для этого, для всего. А для человека, который просто так занимается, у него таких средств нет. И, вероятно, он два часа после такой хорошей ударной тренировки проведет совсем без сиротани. Ну, простите уж меня. Ну, по крайней мере, если иногда это и наблюдается, и на некоторых группах людей это наблюдается, надо опять же смотреть исследования, которые приводит Олег, потому что он мог просто взять и вырвать все это из контекста. А Олег может, поверьте мне, сделать любые глупости. Потому что в данной сфере я тоже чуть-чуть больше разбираюсь, чем положено. Ну, вот, скорее всего, здесь какая-то чушь. Здесь тоже что-то не так. Что-то вырвано из контекста, я чувствую. Четвертое. Питание и добавки к пище. Гиппократ, отец медицины и первый ученый-врач в западной истории, две с половиной тысячи лет назад обнаружил прочную связь питания с состоянием ума и тела. Да, то есть он сказал, ты есть то, что ты ешь. Он даже написал об этом. Да, смотри, написал Олег об этом. И вот, вот ты съел огурчик, и ты теперь огурчик. Понимаешь? Приписываемые ему слова, ты есть то, что ты ешь, и принцип «да будет еда твоим лекарством» отражают убежденность всего древнего мира в жизненной необходимости правильного рациона. Всего... Гиппократ сказал, и это почему-то отражает, это почему-то отражает убежденность всего древнего мира. Не только Греции, Индии, Китая, Ацтеков и еще, наверное, еще более древнего мира. Ну, то есть, понимаете, это шумеры, еще шумеры, потому что Гиппократ сказал, они знали, что ты есть то, что ты ешь. Блядь, это умственно отсталось, по-моему. Ну, простите. Человек просто не следит за своими высказываниями абсолютно никак. Они ничего не значат. Ну, то есть, вот видите, вот выходит, отражают убежденность всего древнего мира. Нет, эти слова отражают убежденность Гиппократа, скорее всего, его учеников, и, возможно, некоторых древних греков, некоторых учений, некоторых представителей древней Греции, вот в данном высказывании. Возможно, да. Тогда это было бы правильное суждение. А в данном случае суждение определенно ложное. Но оно не может быть просто правильным. Сегодня нам известно о питании куда больше, чем нашим предкам. Но что поменялось мало? Ну, то есть, вот, понимаете, это уровень такой примитивной, примитивной научпопской литературы, отвратительной, в которой, ну, вот такие вот суждения. Убежденность всего древнего мира. Ну, Гиппократ сказал, а значит, весь древний мир так считал. Но учно. От кандидата философских наук, который, скорее всего, занимался некоторой историко-философской проблематикой, слышать вот такое, ну... Ну, представьте себе историка, который говорит, ну, Наполеон там сказал, что надо, не знаю, завоевать Россию. Все французы всегда за всю историю Франции считали, что это надо сделать, надо завоевать Россию. Или нет, Гитлер напал на Советский Союз, и немцы всегда ненавидели русских, например. Поэтому, именно поэтому, всегда и до Гитлера, и после Гитлера, и во времена Гитлера всегда ненавидели русских. Вот такие вот логические суждения, они поражают порой. И не зря. Так это не утихающие споры вокруг различных подходов диетологии. Необходимо следить за формирующимся научным консенсусом касательно оптимальных его вариантов. Тем временем, придерживаясь следующего и, вероятно, наиболее надежного принципа. У нас есть множество диетологов, у которых разные позиции по данному поводу. У них, в общем-то, разные диеты, они предлагают вам разные средства, разные добавки к пище. Но... Кандидат философских наук, Олег, скажет вам, что точно нужно. Слушаем. Это анализ показывает, что организм просто должен получать все основные компоненты питания, одновременно избегая причиняющих ему вред веществ. Как именно это будет достигнуть... Все просто. Нужно получить все полезные вещества и не получить никаких вредных. Капитан очевидность снова с нами. Сущность второстепенна и зависит от ваших личных предпочтений, убеждений и особенностей организма. Это может быть и чисто вегетарианская диета, и основанная на животной пище, если взять две крайности. Современные подходы к... В смысле крайности? То есть, в смысле, только есть животную пищу можно? Или только вегетарианскую диету, да? Эх. То есть, надо есть по ощущениям, да, получается? Интересно, очень научно, главное, очень по-медицински обоснованно. Да, кушайте в соответствии с вашими личными предпочтениями. Можете не есть мясо, можете не есть траву, можете есть только йогурт. Йогурт. Йоги, кстати, да, любят йогурты кушать разные. Ну, продукты, похожие на йогурты, ну, по составу похожие на йогурты, у них такое питание было. Чем меньше еды ты ешь, тем ты более крутой йог. Чем меньше йогуртов ты ешь, тем ты, как бы, круче, да. А здесь что-то вроде того же. Ну, что тебе кажется? Ну, научная диета, как бы, вот так и звучит. Хочешь ты чипсики? Твои личные предпочтения, убеждения и особенности организма говорят тебе, что ты хочешь чипсики и огромный вопер с четырьмя, в общем-то, котлетами. Организм тебе говорит, ты ешь. Спасибо, доктор Олег. Здравствуйте. Питание превращается в агрессивные сектантские идеологии, которые демонизируют одни классы продуктов и идеализируют другие, что в корне ошибочно. Даже повторяемая повсеместно мантра о волшебной силе овощей, зелени и фруктов является колоссальным преувеличением. К примеру, алиуты на Крайнем Севере до сих пор живут либо вообще без них, либо с ничтожными их количествами, на одном только мясе и рыбе. Средняя продолжительность жизни у них, притом выше, чем в России, 72 года. И это учитывая снижающие ее экстремальные климатические условия. Главное, им худо-бедно удается получать все существенно важные для жизни компоненты. И хотя этот рацион далек от эталонного, даже так организм справляется, что и является прекрасной иллюстрацией изложенного принципа. Когда мы берем какой-то один интересный случай, один интересный народ, который питается только мясом, и там оказывается продолжительность жизни приемлемая. И что? Что из этого следует? Что это иллюстрирует изложенный принцип? Ну, принцип на самом деле очень простой, по сути. Принцип очень простой и очевидный. Да, с ним спорить, наверное, даже бессмысленно. Получай, бери все полезные и нужные вещества и избегай вредных веществ, и все будет хорошо. Только вопрос. Вопрос. А как этого достигнуть? Ну, действительно, а как этого достигнуть? А как алиуты, в общем-то, измеряют нужные вещества и как игнорируют вредные? Почему какой-нибудь, не знаю, современный продюсер, который нажрал себе гигантское брюхо, не может делать нечто подобное? Почему у него нет инстинктивного способа отделить вопер с четырьмя такими большими котлетами от полезной еды? Почему для него вот эта вот прекрасная пища, амброзия богов, почему он ее ест и думает, что вот это замечательно? А алиуты вот питаются мясом, и все хорошо. И только мясом, и все замечательно. Интересно, интересно, интересно. Приемлемым руководством являются пищевые рекомендации США и Канады. Ну, то есть у нас сначала по своему усмотрению давайте, своему усмотрению, а потом алиуты появились в западе, да. А потом у нас еще приемлемое руководство пищевые рекомендации США и Канады, Евросоюза и Минздрава России, да. Письмо 44-е. Забота о теле важна для нашей умственной жизни? Ну что ж такая неудача опять. Все сорвалось. Ждем. Питание и добавки к пище. На одном только мясе и рацион далек от эталонного, даже так организм справляется, что является прекрасной иллюстрацией изложенного принципа. Приемлемым руководством являются пищевые рекомендации США и Канады, Dietary Reference Intake, Евросоюза или Минздрава России, с той оговоркой, что в них в два раза занижена потребность в белке и завышена в углеводах. Все больше исследований последних двух десятилетий указывают на благотворность потребления минимум 1-1,5 граммов белка на килограмм веса и сокращение углеводов до 50% или ниже, в особенности простых. Последнее, не нужно забывать о питательных веществах, получить которые из естественных источников в нужных количествах проблематично. В первую очередь речь идет об омега-3, также перспективные в умеренных дозах биофлавоноиды, вроде рисвератрола, рутина и куркумина. Была продемонстрирована их способность увеличивать нейрогенез в гиппокампе и оказывать многостороннее полезное воздействие на организм. Забота о теле есть, таким образом, базовое требование философии, требование разумной жизни, сочетание минимальной компетенции. Так, а каким это образом вдруг мы перескочили к выводу данному вопрос? Интересненько, очень интересненько. То есть, смотрите, таким образом, внезапно, да, потому что олевод, едят только мясо, потому что вот нам нужно держать диету, потому что надо активный образ жизни вести, именно поэтому забота о теле есть базовое требование философии, требование разумной жизни. Ну, то есть, лол, как бы, с чего бы это? Ну, то есть, может, человек антинаталист, может, человек пессимист, может, человеку не нравится жить, и при этом он все равно философией занимается. И при этом ему не важно, как долго он проживет, ему важно, вот, там, не знаю, 10 лет поработать интеллектуально, и потом можно уже и умереть, на покой уйти, наконец-то. При этом он может быть прекрасным философом, замечательным, и не следить совершенно о своем здоровье, и не заботиться о своем теле. Так, вопрос. Как все вышеизложенное, как действительно некоторые довольно-таки неплохие рекомендации, которые были взяты либо из Википедии, либо там из каких-то статей, некоторые, видимо, были не очень хорошо проверены, перемешаны с какими-то странными философскими... не философскими, главное, нет, это не философскими, просто какими-то дурацкими измышлениями человека, который мало разбирается, видимо, в спорте, в биологии, который все пытается возвести в какую-то крайность и абсолют, как вот это вот вдруг все привело к требованию базовому, к требованию, причем философии и разумной жизни. Кто вообще сказал, что долголетие является базовым требованием разумной жизни? Олег, ну Олег так сказал, китайцы тоже так говорят, да, долголетие они любят, китайцы. Азиаты вообще очень любят долголетие. Вопрос, да, ну, не все так считают, не все склоняются, особенно не все разумные люди склоняются к такой позиции. А с философией то же самое. Интересно. Да что ж такое, ну почему не нажимается через пробел? В смысле, в этих вопросах корректной диеты, достаточной физической активности и внимания ко внешнему виду есть та сознательная привычка, которую необходимо в себе поддерживать. Как и во всем. То есть, внимание ко внешнему виду. То есть, мы не знаем ни одного ученого, наверное, который не следил бы за своим внешним видом. А как вам, например, Стивен Хокинг? Вы, вот, Олег его цитирует непосредственно в своем паблике очень часто. Стивен Хокинг, он, не знаю, он, конечно, может быть похож на спортсмена. Он, наверное, очень сильно хорошо следил за своим телом всю свою жизнь. Он действительно, да, ну, ну, определенно же, да, человек спортивно подготовлен. Человек, ну, минимум, минимум мастер спорта. Еще выглядел, ну, очень замечательно в свое время. Ну, прям вот красавец, почти Брэд Питт. Ну, правда, лентяй перемещался на коляске, почему-то. И даже говорить ленился, он там печатал постоянно что-то. Да, да, вот, иногда ленился, но, по большей части, занимался, конечно, спортом и был невероятным красавцем. Так вот, Олег хочет сказать, что он не вел умственную жизнь, например. Или что это не было, ну, важно, он не был разумен, может быть, как раз потому, что не был физически развит хотя бы до уровня среднестатистического человека. А, нет, нет, к сожалению, нет. Много философов, которые не следили за своим внешним видом. Вполне так тоже их множество существует. Я, по-моему, объясняю настолько дурацкие и понятные вещи, которые, понятно, ну, даже детям, наверное, просто вот очень глупым людям понятны. Но Олег пытается это выставить как некую мудрость. Впрочем, однако. Просто прицепившись к какой-то банальной фразе, очень банальной, очень дурацкой, в здоровом теле здоровый дух. Он ее ни разу, конечно, не произнес, не прописал. Ну, это же типа народная мудрость, ее надо защитить. Вот такая прописная, забавная, интересная истина. Следует избегать фанатизма и не стараться, как говорили раньше, быть святее Папы Римского. Это приводит лишь к оглуплению и превращению своего здоровья из инструмента высших возможностей личности в самоцель, а вас в его слугу. Ну, то есть, да, все равно типа не надо перегибать палку, не надо становиться профессиональным спортсменом, но тратить время на оздоровление тоже типа нужно. И это не просто полезно, хорошо и замечательно, как на самом деле это и есть, действительно хорошо, позитивно, это позитивно. Нет, это важный фактор вхождения в философию. Вы не только должны прочитать Бертрана Рассела, вы должны качаться, качаться и следить за своим здоровьем. И только тогда вы сможете зайти на пьедестал философии и встать рядом с Олегом вместе. О, да, биология. Многие часто пользуются понятием хаоса. Это способность к сопротивлению и раздвигают границы опыта. Фух, ладно, это наконец-то закончилось, но мы разберем несколько статей, но чтобы вы поняли, да? В здоровом теле здоровый дух, конечно же, конечно же здоровый дух. Лгать это плохо и обязательно мыть руки перед едой. Вот такая современная философия в России. Замечательно, потрясающе и очень интересно. И мы это очень подробно будем разбирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok